Ну вы все видите у нас, если вы не все увидели, то вы все посмотрите. С вами хотели услышать, как у вас община, а то к вам в гости приезжают и говорят, вот там община. А у нас как бы это не такая, не такого рассказать величины или там еще чего-то. Кто-то приехал, кто-то уехал, кто-то уехал и по разным причинам были, кого-то попросили уехать. Говорят другие, а вот если бы по-другому, то здесь было бы может быть не одна сотня. А я всегда говорю, да слава тебе Богу, что не много. Когда нас 30 человек, а кто не может как следует править? А если бы было 300 человек, да что? Здесь невозможно. Но городская община еще есть. Ну и другая говорит, они услышат, что здесь у нас как-то, ну между собой может быть что-то такое. Вот вы там как-то, вот у нас, вот здесь в городе. Я говорю, вы сколько раз в неделю собираетесь? Ну в воскресенье только. В воскресенье только. А мы, говорю, каждый день друг с другом тремся со всех сторон. Каждый день. Ну и за дня в день встречаемся. Говорят, вас если закрыть бы вот так на недельку хотя бы, то мы можем посмотреть, что у вас будет. Поэтому, что есть это естественно. Трава, садим доброе растение. Смотришь, трава, сорняки заглушают, вырываем их, их выбрасываем. Доброе остается. Так и жизнь идет. Все может быть. Потому что живем мы на земле. Вот. И во грехах, говорит, мать нас родила. Вот. Рука выходит, как рыкающий лев из всякого погодить, не дремлет. Мы говорим, о, я послый, а он вообще не ест даже. Ну, я мало сплю, а он вообще не спит. Бывает все, да, бывает, но жизнь продолжается. Идем. Школа. Вот образовали. Школа у нас была. У нас было 25 человек. Ну, выросли, которые сегодня уже. Они, те ученики, которые, можно сказать, родились здесь, уже на руках держат. Вот. Уже. Вон маленький. Да. Вон Сара, вон у нас сидит. Сара. Вчера я крестил был Авраама, а вот Сара. Вон, вон, вон маленький. Вот. Покажи. Вот. Это Сара. Сара Марковна. Сара Марковна. Ну, а так. Это у отец Владимирова. Расскажите, как у вас там столько за жизнь, какая община, как у вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Я, во-первых, воспользуюсь вашим словом. И все-таки, чтобы не забыть сказать, вы сейчас говорили, что у вас было желание в наш края прорваться. Было. Было. Посмотреть, может опыта еще набраться. В конце жизни. Ну, этот опыт кому-то передать, которые уже по семье я буду. Я думал это, да. Мечтал. И скажу так. Я вчера лег спать и что-то не спится. Я думаю, завтра мне обязательно только проснусь, я обязательно с Вячеславом Казанским поговорю. И знаете, как с отцом Владимиром, мне говорят, связаться? Может нет, как там встретиться, чтобы он разбежал. Вчера вечером. А сегодня просыпаю и прогожу. А отец Владимирова вот он стоит со мной. Обнимается. Ну что, это случайно? Нет, конечно. Нет? Безусловно. Не случайно. Я никогда. Я как-то не был. А здесь уже вдруг уедет Вячеслав. Надо мне утром сразу. Я только это так. Ну, время подойдет. Я обязательно с ним должен об этом поговорить. Вот. И очень хотелось бы, поэтому, пользуясь вашим словом, просить вас. И вас, отец Эльгим, и Игнатьев, естественно, и с братьями, кто, если это посчитаете возможным, приехать. Нам это очень важно. Нам важно еще почему? Потому что, тоже, как вы там говорите, варить свои соки, а это опасно. И очень важно, когда стороны есть те, которые могут покритиковать, но без зла, без ненности, а с братской любовью. Это великое благо. И поэтому, вот, мы, может, что-то не так делаем. Или так, но можно лучше. Сторону, говорят, виднее. Нет. Поэтому, если приехали бы, собрать, было бы для нас большое благое. При этом, если приехать, вне зависимости от количества, один, двое, двадцать, тридцать, мы найдем себе расположить, накормить, и с удовольствием все покажем, расскажем. И тоже устроим общение. Вот такое у нас тоже, в нашем братстве народ. Такое все. А сколько человек приехало здесь? Ваших? С ваших? Ну, мы вдвоем приехали. Вдвоем? Ну, вот. Я своего рода это не буду, а то им понравится, они там останутся, а я останусь здесь один. Зато нашим понравится, у вас, при этом вам обменяемся кровью, а новая кровь всегда хорошо. И, вот. И, да, я все это говорю, и поэтому, если когда надумать очень хорошо, то хорошо, так вот, еще лучше, вот, если вот, сказали, например, мы собирались тогда так, да, чтобы не случилось так, чтобы куда-нибудь я не упырил, а то сейчас в Абхазии зал, в Грузию, вот, упырёт. Спасибо Христосу, пожалуйста. Спасибо, да. Если будет возможность, я принимаю. Спасибо, Господи. Будем очень рады, искренне рады. Вот. Это мое. И что у нас? У нас, вот, Господь, милость Своей Сам, без искусственности, вывел нас к свободному деланию. Это в молитве, в первую очередь, в соглашении. Но я, человеческий слов, не разумею, думаю, это и есть та цель, ради которой Господь нас собирал. Но теперь, вижу, нет. Это лишь одна из ступеней. А вообще научиться жить соборно. Всё-таки мы веруем в единую святую соборную и апостольскую церковь. И, к сожалению, к сожалению, увы, факт такой, что русская православная церковь Московского патриархата, которая вот для меня родная церковь, родная мать, но вот соборности практически нет совсем. Это не к осуждению кого-либо, а к тому, что, если я люблю маму, это не значит, я люблю её болезни. Есть разница. Есть моя мать и её болезни. Болезни я не люблю. С её болезнью боюсь. Не против, а за маму боюсь. Потому что я её люблю. Поэтому и наша мать, наша церковь, если она болеет, мне кажется, мы не можем быть равнодушны. Мы должны бороться, но не с церковью, а за церковь, против тех болезней, которые и угнетают. И мне кажется, самое важное сейчас исцеление, исцелиться от отсутствия двухсоборности в церкви. Я понимаю, соборность – вот что это такое. Слава Господу! Два, три – во имя моё, и я среди них. У нас один первосвященник – вечный, неизменный в церкви. Он совершит из всех таинств, и он делает свою силу, когда собирается народ Божий во имя Его. Вот это и есть соборность. Вот для меня соборность, откуда вы смотрите? Сверху вниз или снизу вверх? Сверху вниз – это Господь и верные Его чадо. Смотрите очень. А если снизу вверх, то вот как. Это соборность – это Господь, с Которым я соединяюсь, а в Нём со всеми моими братьями и сёстрами. Как Спаситель сказал, помню, в ходе Версалима говорит, «Хотел собрать чадо Версалима, как птица, птенцов, он хрыл свои». Вот это вот и есть соборность для меня. Я так понимаю. Поэтому, например, по церковным правилам епископ выбирает народ, я думаю, это не совсем правильная фраза. Епископа ставит Христос через выбор народа Божия. Например, так же и священника. У нас священника выбирали, ну, до восемнадцатого лета еще в северных деревьях, на Руси. Выбирал Христос через выбор народа. А епископ врагу полагал. И вот это очень важно, что у нас сейчас по нашему современному уставу в русской церкви людей в церкви не существует. Есть патриарх, есть епископы, есть духовесты, есть монахи, а народа нет. Как такового? Никак. Исключен. И поэтому, я думаю, не даем действовать Господу так, как могут действовать. И вот мы, в частности, в соборной молитве воспитываясь, пришли к этому не прям таким теоретическим выводом. А я думаю, Господь сам привел, что у нас стало созидаться общение. Стали ехать люди, которые хотят быть вместе для того, чтобы все стороны жизни вместе строить православное. Это что? Молиться, участвовать в таинствах церковных, изучать закон Божий, воспитывать детей, варить кашу православную. У нас это особо звучит на все эти понятия халяль. Халяльная пища, халяльная одежда, халяльная мебель, чтобы все было халяль, православная халяль. Чтобы у нас все было православным. Чтобы работать православным. У нас в семье живут, там дети. У нас работают только мужчины. Женщины, слава Богу, они работают на дома. Вот. И, значит, мужчинам же много зарабатывать. Здесь и многодетная семья. А как работать православно? Вместе, чтобы Христос пререшел и помогал своим родителям. И даже через деньги зарабатывать с Богом и по Божьему православным. И отдыхать православным. Строить дом православным. Одеваться в одежду православным. Вот. И у вас где-то, наверное, как-то особо близко. Я вот увидел, как порадовался у вас. Ну, тем более, все и в храме были одеты православно. Так у нас, правда, еще… Я обратил внимание, и я такое чувствую, как будто в Удмуртии сегодня было у вас. В Удмуртии национальная одежда у мужчин и женщин в клеточку. Как в Удмуртии. А у нас, например, если вот на Труйте у нас в зеленом. Если на Петра и Павла в желтом. На Успене в синеголубом. И в одежде. Соборность. Единство. Даже в цвете. Для нас это кажется тоже важным. Вот. И в своем жизни. И у нас получился вот как. Без искусственности. Община у нас официально зарегистрирована, как юридическое лицо, как общественная организация. Ну, это очень сложное название. Аббревиатура «МОГУ-СРЕТИ». Это там «Местная общественная организация. Развитие в духе традиций. Спаска в районах. Муниципальная Спаска в районе». Очень сложно назвать такое. Но, как бы я назвали. Это там… Ну, это вот община. Туда принимаются… Принимаются. Только в браке находящиеся. Возраст 30-40. Не раньше, не позже. Только в первом браке, где Оу православные. Сознательные и выцерковленные. И имеющие немедленно детей и желающие иметь больше. Вот это обязательное условие. Ну, и естественно, люди, которые молятся, соблюдают посты и, как сказал, уже регулярно приезжаются. У нас в причастии за каждый тургей. Все приезжаются. Вот. А кроме этого, приезжают другие. Да, и вот в этом общине, мы, наследство, которое есть, которое нам будет всего мира, люди помогают, строятся дома. И вот приезжающим, кто желает быть в общине, пишут анкету. Пишут с председателем общины. У нас такой есть Владимир Александрович Носевкин, на сегодняшний день выбранный общинниками же. Пишут ему желание. Он отправляет анкету, заполняет и анкету собирает. И собрание общинников на сегодняшний день у нас тоже медленно растет. Мы тоже не ставим цель количеству. Количество, это не то, что нужно. Вот. И в этом шесть семей сейчас. И плюс две семи кандидатов вообщем. Вот анкету заполняет и на общинном собрании, которое ежераз бенделевое, решается, кого из них предложить кандидата. Они приезжают в жилом доме кандидата в минимум 20 месяцев. И смотрят, куда они приехали и нужно ли им это. А члены общины, они уже здесь живут в одном месте? Или, может быть, это в городах? Или члены общины? Может быть, где-то жить в Москве? Вот в этой общине, как общественная организация, они живут там вместе, в одном национальном пункте, под Болгаром. И вот прям строятся дома, тоже бревенщины такие деревянные. И со всеми удобствами, там и бани, и удобствами. А чем здесь живут материалы? Как их зарабатывают? Чем их зарабатывают? Да? Да. Ну да. Ну, кроме того, что земля у них, там занимаются огородными садами, скотинги, понятно. Еще вот что здесь. Значит, что здесь? Ну, прям, я пойду по людям, да? Председатель, помню, занимается строительством, собственно, все, что связано. И он стал женцем, и он прораб, и он подробит. Строитель. Там у нас стройка идет. Вот сейчас-то и дом строится. Строится на все средства. На средства общины, которые выступают в фонды благотворительные, которые у нас есть. А этот фонд, вот с него шли совсем миллионы. С нами соболится в течение недели, трудно сказать сейчас сколько, ну, больше миллион человек в течение молитвы походят. Нет, это недели. А молитва соборная, вот на кастинг. И многие шлют по жертвам, если я тебе узнаю, что это такое, или просто на фонд шлют. Я понимаю, что это вообще. Конечно, относительно молитвы я немножко оставлю здесь. Сейчас это проще. Есть у нас, ну, такая технология связи там, что мы можем там и с любой страной мира там связаться везде. А такая молитва практиковалась, я помню, в 60-е годы, 70-е годы. Молились о чем? Где-то в Латвии сдавались в Библию. Мы молились, чтобы Господь благословил тех предателей. Нам было получить. Как? Созванивались где-то и договорились. Такой-то день, такое-то время. Доладимся на молитву. То есть мы не видели друг друга. А общались так там, ну, с переговорным пунктом сидишься несколько часов, чтобы сказать несколько слов вам. Да, тогда. Да, тогда там проключать. Или письменно. Вот такая согласительная молитва была такая. Но о никаких этих не было ничего. Просто мы молились и все, какое-то дело какое-то. Вот, допустим, взяли брата арестовали. Здесь сразу сообщили, что молиться, чтобы Господь благословил его пребывание. Сохранил его. Вот такая вот, да? Как практиковалась? Да, я думаю, что формы очень различные могут быть. Молить по согласиям. По-разному, да. Но мы еще вот для себя, когда это Господь так уводил, нам очень важно было, чтобы... Ну, вот у меня всем страх какой-то от себя чувствует. Придумать. Поэтому... Ну, это традиционная молитва. Началось с акастов, и акасты были. Вот. А, в принципе, можно как угодно. Естественно, многие формы могут быть. И вот строятся их дома. И вот тут живут 20 месяцев. А потом собрание, кредитов в общину, собрание членов в общину и решают. Вот эта семья, эта глава семьи, две-три-ти голосов Христа голосуют о том, что вообще, блядь, принимаются. Ему дается дом. Им, семье. Раньше она община. Если не принимается, значит, не принимается. Или сами решат. Мы решили не быть членов общины. Но, при этом, у нас много лет таких, которые, например, вторым рапом. Хорошие, прекрасные люди, чудесные, православные христиане, но они пришли к их службе в возрасте, которые были там братьями. Таких общин не могут быть. В этой, вот этой зарегистрированной общественной организации, как общине. Они просто селятся рядом. Там у нас три рядышком села, в Боллимире, в Полянове, в Беозе. И селятся там. Или в Болгаре. И они тоже члены, только что большое такое наше общение. Вот. И у нас, к сожалению, нет как у вас храма и священника, служащего. Но мы не испытываем какой-то нужды в этом. Вот, когда я был благочином с Пасхого района, мы в среднем открыли 10 церквей в районе. И мы, когда праздник у нас бывает, мы говорим, в кого церковь поедем? Вот, пойдем в эту. Мы приезжаем в храм вместе с народом Божиим данного прихода. Молимся. Нас приезжают и 40, и 70, и 100 человек с детьми. И вот все молимся, все исповедуемся, все причащаемся. И потом все уезжаем на Акапку, на церковь с любви. Которую, вот, вот, совершающую атмосферу с духовной церкви. Но, например, сказали, что принимается, хоть бы у кого-то есть двое детей, или больше, или более. Это в ту общину вот, в которой... Значит, меня бы уже тогда не приняло. Не приняло. Да. И это, значит, в ту общину, в которой вот даются дома, живем. Но, кроме этого, приезжают и селятся около, в этих селах. И строятся, и селятся вот в Санкт-Петербурге, когда я приехал, например, и селятся, строятся. И они члены большой общины уже нашей такой. Мы, вот, у нас, когда было собрание, в котором определились, вот, общее собрание проводить регулярно. И люди сами избрали, кого хотят. Они с председателем, сапредседателем. Определили, какой вопрос, кто будет вместе решать. Ну, например, такой вопрос. Например, помощь материальную взаимную. Вот помните, было раньше, в советское время, каждой помощи. И потом, также, вот, распределять в собрание, ну, кто вынуждается, например. Или воспитание детей. Как решить воспитание детей? У нас нет, в основной части детей ходят в школу, обычную, представственную. Но есть, которые образовали семейное, вот на дому. Вот. А хотели бы как-то вместе что-то делать, вот. Вот, вот, вот сейчас, вот, сейчас вопрос состоит очень остро, например. И вот, про зарабатывают, вы говорили. У нас основная масса – это ИП или самозанятые. Кто что делает? Вот, у мастерская есть, у одного, по холодной корке. У другого – небольшой цех мясопродуктов. У третьего – ИП туристическое. Вот так. Например. А место сейчас у нас, сейчас, в принципе, есть в деревне, там специалистов немного. Нужна бригада строителей. Ну, хорошо, что свои православные, которые… Ну, понятно, что здесь работают. Что бы посольство подобного приезжающего, вот, как бы, разбеженцев с Украины. Нет там вопросов? Пока не было. Пока не было. Но наследие, опять-таки, если в общину, ну, как общественная организация, вот там такие условия, я говорю. Если в ней там, надо где-то жить. То есть им надо жилье самим уходить строить и приобретать, покупать или как. По-разному. Здесь у нас самозанятые, которые работают. У нас все приезжают горожане. Съездки никого, ни одного пока не было. Вот сейчас семья-то оцелилась с доном. А то все только горожане. Горожане им, они современные. Вот здесь человек работает самозанятый на дому, через интернет. Это различные интернет-услуги. Если интересно, молодой человек, он прекрасно из кожи делает всякие изделия, ну, там, это, лени, там, прочее, да, вот, черт, черт, чего-то, и реализует через интернет-магазин. Ну, вот так, например. Понимаем. Вот. В основном самозанятые. Вот такие вот, и такие вот, и, вот, богатыми живут люди, но и благодарят невесту, что ж такого нет. Вот. Все, в основном, молодые, вот, активные. Раз в две недели у нас, получается, мы собираемся к воскресным дням, вот, изучать наше православие, что-то делать. Вот сейчас мы читаем дидохию. До этого читали апостольские послания, изучая теоретику в них. До этого было разбирание литургии. До этого отче наш там заповеди блаженцы, заповеди божии. Ну, вот так вот. Вот. Сами собирались, вот, в Евангелии. Значит. И у нас, вот, вот, так мы жительствуем, стараемся жить. Но проблемы все равно есть. Есть. У нас главная проблема изначально такая. Люди приезжают и намечтают о себе, какая должна быть община. Фантазии нарисовать себя. Приезжают, а приезжают не в фантастику, а в реальности. И некоторые очень интересные реагируют. И некоторые очень интересные реагируют. Вот у нас семья такая, что у них очень интересная. Они приехали, пожили и потом говорят, мы ехали, думали, здесь святые живут. Мы рядом с вами сможем тоже спастись. А потом позже люди говорят, да нет, мы не святые, мы такие, как мы, грешники. И поэтому решили, остаемся. Я говорю, почему же там решили оставаться? Говорят, если бы были святые, нам было бы тяжело с вами. Мы же не святые. А вы такие грешники, как мы, значит, вместе будем поддерживать, подниматься ступень вверх. Мне показалось, что очень глухой. И слова сильные. Ну, а нет, это приезжает требование. Бывает так, люди советские уклады жизни. Мы же когда начинали, то дали объявление у нас было по первому каналу телевидения было объявление. Было все, что строится сам на свои средства. Вот так? Так, но пишет письмо. Я приеду к вам, у меня специальный товаровед, мне через сколько время будет предоставлена квартира и оклад какой будет? Да, 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 да. У нас тоже так есть, тоже будет. А приходится говорить о другом. Изменяется, что у нас своих властей. Тут нужно рассчитывать на свои духовные, физические. А власти местные как к вам относятся? Для них у нас район очень маленький, 21 тысяч населения. Район такой депрессивной индустрии. Поэтому рост демографии, где у нас община, это единственное место, где идет рост населения. И люди современные, молодые и самозанятые. Их не надо, они заботятся, они сами себе заботятся. Эту власть поддерживает все сильно, но власти церковные, власти церковной, власти церковной патриархии и партии дали наместной власти, чтобы они не поддерживали нас. И активно навязывать нам крему сектантов. Ну так, и у вас это похоже есть. У вас сектанты-то есть? У вас там баптисты, пятидесятники, адвентисты, эгоисты. В Болгарии, в городочке нашего Осипичного селения районный центр, там есть две небольшие общины. Пятидесятники, харизматы и баптисты. Ну их там десяток-полтора. Вот так вот, немного, немножко. И больше никого ничего нет. Но у нас есть, вот в нашем районе, на русскоязычных, хотя в Тарстане, но у нас есть, я думаю, надо пересмотреть еще один, тысяч четыре-пять мусульман. И они организовывали. А с мусульманами какого у вас? Вот недавно ближайшее село, в Тарстане к нам, где была община, у них был день села, наши общинники приезжали к ним, приезжали в пост, правда был Петров, приезжали барана в подарок, сложили с деньгами, дали им денег, чтобы построили детскую площадку, у них и помогли до этого сделать кладбище, огородить и очистить. Поэтому с мусульманами прекрасные отношения, они очень по-доброму относятся к нам, и эти отношения очень добрые. Потому что мы очень дрожим этим и ценим это. А с мусульманами это так уже хорошо. Но они мирно, видите как, они понимают, какая польза им, чисто внешне, демографическая, финансовая, налоговая польза, но церковные власти дали. На сегодняшний день очень сильное сращивание церковной и устаревшей власти, и одна польза использует другую. И вот патриархия, очень четко навязывается на нас клише сектант. Хотя мы такие сектанты, что каждый праздник, мы говорим про сам храме, про сам церковь, все причащаемся там, крестимся, про сам наш храм, обвенчаемся, отклеваем. Но все равно вот... А у нас это бывает заметки там, про вашего общего пресса? Да. На сегодняшний день уже нету. Нету, но есть такой друг, наверное, и знаете, все же нам хорошо знать. Друг всех, это такой есть Александр Леонидович Дворкин. Он друг всех. И вот они вместе с двумя другими, аналогично наукомбольскими, издали недавно книгу за следство Казанской митрополии о современных, около православных сектах. Там, простите, и вас упомянули, и нас упомянули в сектах, в сами секты. Ну, это мы секты. Ну, он сейчас совет, но он не может засвидетельствовать, сколько он, допустим, из сект обратил в это. Я вот сейчас вот крестил, на 18-х кричаем, из баптистов был, из 50-х, мусульманин был. Все это интернетовский. Баптист, у него вся семья баптистов. Мать там, тёша, все, жена баптистов. А он, например, я говорю, ну ты как? Ну ничего, жена, говорит, так и сильно, потому что я, говорит, еще не рад. С нами самолится по всему миру, и вот два раза в неделю приезжают, по моему слову, кто желает. И регулярно приезжают такие, которые, ну вот, последнее общение, мусульмане, бывшие, принявшие крещение, стали молиться, собором из Волгана, пережили такие вещи, после которых не смогли не креститься, например. Очень интересно, была и данная беседа, вот я ездил в Петербург, с женщиной, она сознательно пришла к протестантам, к баптистам, ну вот, ну вот, вы говорите, Голдаринка, она тоже послушала Слово Божией, и с Богом, и что-то её затронуло, коснулось сердце, и она стала молиться. Слово Божией, на сегодняшний день, она вернулась в православную церковь, ну и, тоже регулярно, очень радостно это создавать, что, что там, крещение ваших, общинники, там, раздались, снова крестят в этих храмах, соседних, да? Да, у нас вот, в Равене 10 храмов, 10 храмов. А как они проходят крещения? К сожалению, не в полном погружении. А почему, что не позволяет, установка или штамп? Нет, наверное, просто, практически, удобнее просто. Так это, удобно для кого? Я понимаю, но только, вот я, например, сегодня не могу приказать, священникам. Нет, неправильно, по статье 9, да, поэтому, для кого? Удобно, вот так. Ну вот, я сейчас сказал, мы сейчас читаем дедаффи, мы читаем 10 глав, если вы начали знать эту книгу, там написано, что крещение нужно совершать в проточной воде, полном погружении. например, это стоячий, там дается, или можно стоячий. Потом говорится, если нет, если нет, то, стоячий воде, если нет, то обливанием, так написано. Нет, обливание только в двух случаях, обливание, когда клиник, больной, там парализированный дезитерий, в тюрьме находится, в которой нельзя, там, смертный взгляд, и все. Нет, других нет. Я не спорю, не так, только в дедаффе написано, что в случае отсутствия вот такой воды, можно обливание. Написано. Я понимаю, как вы говорите, какой случай, если нет, возможности, а на сегодня, возможности, в каждом посадке? Ну да, умирающий человек, может, нет возможности там, да, хоть как-то посвестили. Я в семинаре за очно учился, это 85-90-й год, тогда одна была за очно, только в Загорске сейчас, в Троицком посаде. Какие годы происходят? 85-90-й годы. Советский Союз? Советский Союз. Одна была на весь Советский Союз, да. Ну и мы, нам, когда сессия, то снимали гостиницу туристам, недалеко от Лавры. На время там бронировали, где ж так, для заочников. Ну а вечером, когда придем, мы там уже, все же там были заочники, все были только уже в священном сане, Ашимандриты, иегомены, протеереи, там, диаконы, таких не было, все были в сане. И по положению. Ну и начинаем там, между собой, как там, что, ну, я вышел, мы до того, крещение как давать, это что, правильно, полным погружением, крестить надо. А там были с Украины, западной, а вы как? А у нас в кресте батюшка проходит, кракуй вон. А другой говорит, а нас и щайничка поливает, там, все. Ну вот завтра у нас будет лекция, а был такой профессор Глухов. Вот, очень. Я узнаю. Да. Ну и говорит, обычно, когда лекция придет, есть вопросы какие-то, кто задает? Ну да, задать вопрос. Кто о крещении? Ну отец таким, ты поднял, ты задавай вопрос. Ну ладно, есть вопросы, есть, я задаю, как вот если, там, крещение вот так вот, что такое крещение? Ну, в Таисце, в Котором, через трехкратное погружение в воду. Аминь. Остальное профанация. Садитесь. Как слово профанация определить, переводится? Отвешение, обвешение. Обман. Обман, подделка, обман. Нет другого. Любой, тот, тот священий, который сегодня крестит, допустим, только обливает голову в мочи, спросить, что такое Таинское крещение, он другого сказать не может, потому что другого нет. В каждом Таисце есть формула какая-то, ну, как сказать, собственно, что самое главное в Таинстве крещения. Он говорит, остальное профанация. Хотя, я полностью согласен. Хотя, конечно, нужно и вера, и покаяние тоже, и желание, добрый совесть. Спасибо. Кто будет веровать и крестить, спасибо. А то бывает так, что он покрестился, прошел... Даже полным погружением? Ну, полным погружением, я не знаю, не встречалось со полным погружением. А так, даже ты, я не знаю, я крещеный или нет. Почему? Ну, я был в праме, пришли крестить, и, говорит, у друга ребенка. А он хрестный, хрестный, мы сказали, мы не крещеные, становитесь. Что-то батюшка говорил долго, потом что-то, говорит, помазал, потом голову помочил. Так тебя крещеный, говорит, или не крещеный, спрашиваю? Мне кажется, да, вы говорите очень важную вещь, так мне кажется, еще важно, чтобы была птихизация, и чтобы потом был, после крещения, церковной жизни данного человека. катехизация, ну, дели катехизацию сегодня, а сколько? Говорят, ну, там проводить там, хотя бы, раз в неделю, там, а сколько? Ну, по 20 минут, там, полчаса, там, какая катехизация? У нас катехизация проходит, допустим, в течение года, допустим, и то, после такой катехизации, так он еще, когда человек обратился, то он уже должен посещать каждое богослужение, и вечером, и утром, ну, если там причина на работу, или что-то, а так обязательно должен посещать, исполнять все посты, уже в течение года. Бывает, было до трех лет, были у нас такие случаи, до трех лет, да, и то, после такой катехизации, вот, некоторые, ушли, там, в мир, как бы, там, другие, там, в какую-то новую, там, это, из этого, и кто будет? А что говорит, какая катехизация, если там он пришел на 20 минут, катехизирует, такое? Ну, катехизация, какая должна быть, если бы твердо, только так, вот, не было. Да. Печал, что, вот, знаем, где хорошо, мы знаем, в баптизме, знакомых там, и близких, знакомых. Бывали, когда еще, ну, еще священника не было, бывало часто на собрании, в баптизме, привлечении присутствовало, ни одного, ни сект, в полном погружении, только одно погружение было, но полное. Старообрядство, мы составляли врачской семье, беспоковцы, киржаки, так называли. Баптисты, в советское время было, да, баптистили, в своих этих храмах, устраивали баптистили, ничего никто не приказал. А сегодня, храмы, построены такие трапезные, такие там, конференц-залы, туалеты, такие, что это, придешь и не знаешь, то ли дыхать, неудобно даже, и там, то чай пить там, может чай пить съесть там, да? Да, да, все такое, но крестилки нет, а если есть крестилка, я в Москве был в одном храме, зашел, там по Этименке ходил, там какой-то храм, спрашивал, у вас есть, чтобы полное погружение есть, а где он? и я подошел посмотреть, а на нем лежит плита, это, лежит эти, где свечи за упокой ставят, закрытые это крестят, ну, редко-редко, когда кто-то сильно просит, а так? Мы были в Томске, видели там храмы, полтестерин, нам сказали, что полное погружение тоже крестят, но как случаем? Это, да, кто пожелает. Ну, ладно, что? Ну, и, ну, у меня вот, знаете что, какой вот тут момент, вот, у нас, например, вот сейчас, когда общее собрание утвердили, сейчас, но у председателей, общее собрание, это, вот, общение как организация, плюс, те, кто живут вместе, рядом, у нас, ну, больше 100 человек пока, вот, только, вот, на самом деле, присутствуют, мужчины только, и только, они говорят, женщины могут присутствовать, только молча, вот, а, ответственность на мужчинах, а женщины могут присутствовать, чтобы видеть, как их мужья, что говорят, или не говорят, что потом дома, муж дома сказал, или она их дома ставила, что он ее правильно делает, тоже хорошо. Так, а как у того, то мужчина, относительно, курение? У нас нет, у нас, вообще, у нас нигде, кто у нас православный, значит, никто не курит, у нас нет курения, у нас спиртное, как исключение, там, ну, практически нет, у нас почти никто не принимает, вот, ну, если говорить про традиции, у нас, вот сейчас, самое малое общение, а большое, то сейчас, вот собрание, будем принимать, как устав свой, внутрь, не будем иметь, юридической силы, это, как у нас, там, курение, матершина, рукоприкладство, все это исключается, и, если, возникает, вот, главный вопрос, знаете, какой у меня, когда возникает конфликт, у кого с кем-то, какой опыт у вас, у нас, вот, опыт маленький, и не очень радостный, пока, не можем похвалиться, большим опытом, вот, когда конфликт, мы стараемся победить конфликтующих, но у нас не очень хорошо получается, мы ищем форму, как это делать, вот, у нас один из представителей, большого собрания, будет на его ответственность, вот, быть миротворцем, Варнавой, сыном мира, быть миротворцем, и, хотим мы, как так будет возникать вопрос, прямо на собрании, поднимать вот, вот, этот вопрос, и стараться мирить тех, кто, это трудно, Батюшка, легко тогда, когда, если, мы руководствуемся, значит, Священным Писанием, Святыми Отцами, вот, Святитель Анатолуста говорит так, ты обидели тебя, сильно обидели, там, оскорбили тебя, но ты обиженный, подиже к обидевшему тебя, и у него, попроси, прощение, пока не, награда вся будет твоя, это кто, трудно это сделать, это не, пусть он ко мне придет, он ко мне придет, понимаете, это трудно, теперь, хорошо, когда, если на первую ступень, Господь говорит, кто желает, идти за мной, то что, отвергнись себя, первую ступень, возьми кресло и следуй за мной, если человек на первую ступень не вступил, мне отвергся себя, меня скорбили где-то, скажи, меня что-то там, во мне неправду сказали, да я докажу, да я вам это докажу, это не должно быть, я отвергся себя, мне это, ничего не значит, второе, крест, что, а крест это, бывает, как и на дети, московский говорил, это, о левудском проповеде, говорил так, что кресты бывают, говорят, и вещественные кресты, это, кто-то меня оскорбил там, даже может побил, что это крест терпеть там, болезнь какая-то, и духовные искушения разные, но это надо переносить, печаль найдет, такое там, отчаяние такое, что да что это такое, вот я думал это, а вот здесь нет, было такое у нас, я приехал, думал здесь, вообще здесь, а здесь, не так, как я думал, думал, сделай все, вот не полюби там, а ты свою любовь покрой, а получается так, что все просили, почему меня не любят, надо чтоб меня любили, а это не где сказал Господь, в Библии, а ты люби, вот если бы так было, то это трудно, поэтому, практически такого примера, дать как, мы даже и не можем, бывает, люди обиделись, другие, были обижены, что уехали там, что-то уехали, других мы просили уехать, нарушает устав, злоство нарушает устав, раз, два, три, предупредили, когда приходил, я согласен жить по такому, а потом, с предупреждением, с предупреждением, два, мы даже одному был, мы приставляли к нему, как сказать, часовых, чтобы он не напился, он все равно, уходил, где-то находил, все равно, предложили, я собрал семь, уехал в Сибирск области, там живет, другой, предупреждение, конечно, мы власти не имеем, выселить, насильно нет, не имеем, другой тоже, терпили несколько лет, там предупреждали, работящий человек, хороший, поможет другому, что-то, а в этом нет, ну, сказали, уехал в соседнюю деревню, живет в соседнюю деревню, там продолжают этим заниматься, ну, вот, вот такое, как, по-другому никак, семьи. И тут вот, как бы, понятно, вот эти вот вещи, да, а вот, бывает, вот еще, вот, вот у нас был между меня, братья, конфликт, и, мы, надеюсь, что не поменимся, все-таки, я повторяюсь, мы за каждой литургией притчаемся, они тут искали, они верующие люди, в совести, все равно не может быть спокойно, мы за них просто молились, но, к сожалению, все-таки, обиды между ними жена, и она проявлялась, тогда мы, все месяцы собравшись, стали просто просить их, столько в любви, какой они способны, спросить их, и спросить их, которые будут прощения, ну, вы знаете, они все-таки уступили, нашли, и просили их прощения, но вдруг не помирились, слова-то произнесли, ничего не знали, вот, и, это было чувствуется, и мы очень расстроились в этом плане все, и вот, и, закончилось тем, что отдали, всеми одному истоков, а мы и уезжали, ну, как бы это, не будет конфликта, но, все равно, вот, нужно искать форму, как, чтобы эти люди, все равно, искушаем их будут, ну, они будут, ученики были, и, господин будешь, ты что будешь сделать, чтобы мы, там, по праву, мать просила, чтобы они были, между собой, у них было уже, а те стали другие на них, негодовать, тоже было, в этом, в таком обществе, каждый день слушают, видят чудеса исцеляющие, там, и воскрешающие, все, а почему, потому что он не спит, ходит, глухавый, как прессит, значит, получается, это та проблема, с которой придется жить, и жить, и бороться, стараться больше, здесь, может, только после молитвы, больше ничего, рот все изменяется, чем, постом и молитвами, больше ничем, вот. Мне мыслился еще, правда, когда так бывает, вот, в нашем, в нашем устроении, вот, мы последовательно молимся, Кайстану Божьей Матери, все засердеться, мне думалось, может быть, когда такое будет ситуация, призывать всех, вот, к тому, чтобы, да, вставать на молитву, вот, прямо приходить, у нас есть скид, часовник, туда, рядом сообщение, приходите, кто желает, и молиться, вот, умеренно, чтобы просить, чтобы вас примирил, брать крест, молиться, пока не помириться, вот, так думалось, вот, может быть, в другом смысле, что нет вопроса, здесь насилища, ничего не сделаешь, никак, зло бывает, опять же, между одним человеком, между двумя, он не может, что-то один из своих помер, не может, она погасит, ну, встречается, другой кричит, ругается, другой промолчил, поругался, поругался, а не интересно ругать, когда ничего не отвечает, стоит кому, допустим, голову наклонил там, или все-то, если он поругался, поругался, не весело, не весело, а так, если второй ответил слово, другое, это, понимаешь, это можно уже сунуть, я помню такой случай из детства, я сказал, он полезный, мама работала дояркой на ферме, мы ходили помогать, там, небольшой, мне лет десять было, там, девять, наверное, там, жмых такой, пластинки привезли, кстати, с маслозаводой, коровам раздавали, ну, помогали там, раздавать, ну, помаленьку идти, где-то одну пластинку, в карманку там ходишь, ее живешь, она хорошая такая, наподобие, как халвы только она, грубая, и вдруг одна доярка такая была, она матершейница такая, и что-то они с матерью, как она начала там, на мамку это, материться, мать-то не материлась, ну, что-то ей тоже, она отвечала там, они так говорят, а я же кормушку, если сейчас, это линк, это на мать, то я как-нибудь, мам, ты как помочь надо? думаю, что, и вдруг они, другая потом, обнялись вот так вот, обои сели, и друг другу-то, это, плачут, другу посидели, поплакали, друг другу, обнялись, и пошли опять работать. вот, самое ценное, самое важное, самое важное, это было, да видите, что она, кстати, вернулся с фронта, хоть с одной рукой, и глухой, но одна рука была правой, она сильно была руками, вот, а у той, муж погиб, она одна, и у нее дочка одна, и она вышли была такой, как он, да, тебе хорошо, ты придешь, там, постель теплая, а я, в холодную ложусь, понимаешь, и обидно вот это было, но потом они опять, все, помирились, тогда и люди как-то, жили все, кажется, ровно, все равно другие были, другие были, я когда начинал служить, то, и сравнивать духовное состояние сегодняшних прихожан, вот в храмы, где приходится, и тогда, это, большая разница, большая, абсолютно, проще были, много проще, проще люди были, и более искренние были, и более искренние были, и совсем другое было. Мы сейчас слишком умно ставим, слишком умно. Собственно, ну, все, бороза, может, какие вопросы, что вы все скажете, а то, ну, ты все сказал, мы разговариваем, вам интересно под еще. Ну, вот, у вас есть опыт еще, вот очень важный, не много ребятишек, но своя школа, а учителя свои, вот, это у вас официально на школу? Официально. Ну, у нас официально, у нас учителя стоят в штате Кольчинской школы, учителя у нас все в высшей категории. У нас было четыре учителя, ну, один учитель, что уехал в Германию, там в Россию, один учитель, был Виктор Николаевич, он долго был, познакомился со Францией, православная девушка, женился, ну, она в основном туда уехала. Ну, дай Бог, что он. Ну, у нас есть хотя двое, они вот, старший учитель, Елена, у нее несколько, как бы, дипломов, потому что надо физику, химию, иностранный язык, вот она сейчас по интернетам дает и защищает, диплом получает, и теперь два учителя, дипломов. Ну, вот, если, официально, там разные критерии есть, даже размер помещения, окна и прочее, у вас эти, было, первые года приезжали они, очень пожарные, это инспекция с пожарник, там МЧСник приезжал, там милиционер, там, ну, и вот, да, вот, конечно, здесь это, ну, как это, ну, труба, я говорю, пищник приложил, это все он проверил, но вот здесь стоят, я говорю, да, ну, конечно, смотрите, на подоконнике трещина, она как-нибудь на образование меняет эта трещина или нет? Ну, мы в деревне живем, что можем дать? Мы за все годы существования здесь никакой помощи нет, было, раз глава района подарил футбольный мяч. Было там. Но это существенно. Да. Это немало. На день деревни пригласили, он футбольный на нас не подарил. Больше не было ничего, никто. Все парты, это все стулья, это все мы собирали, где-то в поселок, где-то в какой-то, где-то выбросили на школу, это все, все, собирали сами. Сами все вот это делали, ничто, местные не грошали. Так скажем. Единственное, что помощь, это учителям какую-то там зарплату, что платят. И сейчас. Ну, и сейчас платят там. Ну, так это сказать. В школе тогда обязаны преподавать тот минимум, который диктует государство, плюс уже еще, кроме того, что это православное. Нет, в школе нет, православное нет. Это все где-то дома, на занятиях, там в школе как нет. В школе. А вот тогда, типа, в воскресной школе детей такой нет? Ну, здесь нет, у нас здесь сейчас практически нету, тогда как это было в городе, там, есть у нас в городе, там, там занимаются сестры. Я не занимаюсь сестры, там, которые мы ставим, сестры, братья там, органируют занятия с детьми. Вот. Ну, там, посредственно, скажем, там, не в какие-то дни, часа, а в воскресенье. В воскресенье, А вот там, вы говорите, тогда, я здесь немного, вот так, а в Барнауле, где, 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 в частности, да? У меня одно воскресенье здесь, вот это воскресенье было здесь, но сейчас у меня два воскресенья здесь было, то воскресенье, попало крещение. Сейчас, это суббота воскресенья, я буду в Барнауле. А там, вот, вообще, человек 50, 60, 100, 70, 72, 73 человека. Вот там, и там детки, у которых есть, вот я слышу. Да, там детей больше. Конечно. с ними больше никто не приехали, как бы, вот у нас, здесь, сейчас уже приезжают, кто только, дети, детей привозят, вот она, приехала в гости, Маша, Сары. А вот форма, еще, образования детей православной, это вот, летний лагерь, вот, именно, когда был лагерь, занимался, сейчас его нету? Нет, лагерь, потому что стали сильно наседать, там комиссии, в один год, было 14 комиссий, изоляции. Все, то есть, они приезжают, то есть, нормы, а нормы составлены, такие, то есть, для богатых людей, как говорил брат, и для больных. Нормы составляли богатые и больные люди. То есть, в лагерь приехали, надо, чтобы там было, значит, туалеты были, чтобы был водопровод, все деревни, водопровод, водопровод, чтобы был там, ну, просто, столовый, чтобы было там, кафелем все обделано какое-то, временно, на лето собирать. Ну вот, пишут, что на столах нет клеенка, на столах клеенка, клеенка вот, но пишите опровержение, что нет клеенки. И теперь, вот сколько нет уже лагеря? Раздельные доски пишут, нет, раздельные доски, для овощей, для мяса, мясо там исключено, на мясо не было досок, в лагере мясо запрещено. У вас? Для овощей, да. Вот, доски, да как, вот они доски, вот видите, это для овощей, это для хлеба, пишите опровержение. Ну и такие, боролись, боролись так, ну и все, наконец, они там, ну и все, вот, давай собираться, и, закрыли. Все, не они закрыли, они хотели, на такое число закрывать, а, на неделю раньше, все, все, лагерь прекращает свое действие, все, распустили, и, придем в другую стадию, говорят, они хотели приехать, а лагеря-то нет, у кого закрывать, он закрыт? Тот сколько? Нет времени. Он был регистрирован в юстиции, зарегистрирован, он у нас по лагерям, ну а потом, регистрация, не раз, сколько лет уже, времени? Лагеря, ну сколько лет? Шесть. Лагеря лет шесть? Сколько? Лет шесть, как лагерь одет? Четыре. Четыре, четыре года. Сорок пять лет существовало, сорок пять. Еще деревни не было, а было, в советское время, было до шестьдесят детей. Было такое время, такое количество. Я, когда на строительство, в Болгаре, я слушаю сказать, у нас было три смены, по сто человек, триста, проходил за летом. И тогда, как бы, ну, как бы, скульпать, смотри. Ну, пострелить там, что и в дом, и все, и мясо, и вся. В советское время было так, смотрели как бы это, а когда они уезжали, лагерь закрывался, то прятали посуду, которая что-нибудь там, закапывали в землю, где-то, да потом открылось, что присылали с района комсомольцев, они ходили, искали где, чтобы, а что оставали, здесь волшебец, сжигали все, искали где, что спящено. А было, подпольное там, выкопали, как он был центр, там, забрать до нее было трудно, вносяли там, доски, картошка насыпана, там, все разобрать, потом, вход туда, сейчас все это обвалилось, там, нет, было тогда, когда вы были юридирцы РПЦЗ, это, лагерь стал, как официально построены, теле, все это, когда деревня, пока деревня не было, временно, какие-то шалши доделали, ночевали в кучах соломы, которая оставалась там, на поле. Но, может это давление было связано, это, предельки искали, может вот то, что, не, нет, 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 потому что у нас этого, с, московского патрилинистра, практически не было такого, как бы сказать, не было, было так, был первый епископ, алтайский Антоний, это было 90-е годы, и кто-то вот, в прессу, алтайская миссия там, написали, что-то там, неподобное, то, что секта как-то, а Игнатий приходит, тогда, епископ, и говорит, владыка Антоний, если это так, то я, это, буду писать на провержение, там, и в суд подам, что это неправда, он говорит, нет, нет, все, 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 ну и все, и после этого, он уже поговорил со своими, больше ни одной заметки не было, все, прекратилось все это. Потом был после него Максим, наверное, лет 12, Дмитрий, с нами он никаких не имел, мы никак не могли даже с ним, еще мы были зарубежными, приезжал в наш епископ, и я, что-то к нему, ни в какую на встречу не шел никак, но, ничего, особого, такого противодействия, только когда, расклеивали где-то там, объявление, скажем, в лагерь, кто желает детей, то посылали там, кого-то, символористов, или там, объявление, чтобы сорвали, было такое, было, а так особо нет, ничего, а когда уже, он сменился, и стал новый, лепископ, этот, Сергий, здесь у нас резко изменилось, потому что, об этом мы все знаем, да, сразу пошел, так как даже было, что, первый раз приехал, говорит, у нас это устав, мы читаем на русском языке, было это разрешено, но у меня на Христоле и славянское, евангелие, как у вас было, так и это, мы читаем на русском языке, только то, что, синодальный перевод Библии, есть, больше ничего, не добавляем, никакие, все алуты, не апостолы, да, апостолы, все стихиры, там, кондаки, икосы, каноны, все читается, только на, это, на саму славянскую, больше ничего нет, вот, только так, и сколько раз он приезжал к нам, в год было два раза, в этой серии, так что, ничего, никаких изменений, не было, почти не было, они приступали, тогда, не по этому, там, где-то, погибло 14 детей, там, утонули, было такое, что, где-то на лодке ходили, там, в лагере, там, центральный, где-то, на Волге, утонули, вот они, после этого, вот у вас, да у нас, вот они, у нас в уставе, что, одни дети, без сопровождения взрослых, к водоему не подходить, не ходить к водоему, резко, там, давай, писали, там, у них, там, мальчик, девочка, в одной палатке, там, там, это, нет, потому что, строго запретено, что, заходить в палатку, там, мальчик, девочкам, или девочке, это, ну, мальчик, строго было запрещено, чтобы не было запрещено, если было там, то наказание, сразу за это было, вот, поэтому закрыли лагеря, ну, встали так, мы в гости пригласили, люди в гости приехали, у нас, за это, никто не субпититный пригласить гостей, мы всех, кто приезжает, всех мы принести, здесь, да, да, за свидетельством были, потому что, я прочистовываю, бывает, звонит мне, и говорит, Аким Тихонович, у вас посторонних людей нет? Ну, нет, я говорю, нет, если бы был бы такой, то мы бы, и, во-первых, там бы и нет, и был у нас такой, что приезжали, то мы провожали их просто, под конвоем там, да, вот, был примерно на неделе три назад, вечером уже, я уже отходить ко сну, приходят братья, приводят мне, человека, батюшка, говорит, вот, человек уже приехал, что с ним, разобраться с ним, ведут, вечером батюшка разбираются, а он никакой, я остался им везем, какой-то, он запившийся весь, и ничего правды не говорит, у тебя паспорт есть? Нет, я дома оставил, а как ты, поехал, и дома оставил? А откуда? В Центральной России, где-то там, слушая, то есть по Москве, ладно, дальше больше разного, я говорю, ну паспорт-то давай, я его порвал, паспорт это неугодное Богу дело, там, и все порвал, ну, что разговаривать, я тогда, братья говорю, садитесь на машину, увезите его на трассу, ну, не проводить там, посадили на гофель, и уехал, и все. Другой был у нас человек, который приехал, и это единственный был слушай, которого мы даже паспорт не спросили, вот так расположил, а он был в Украине, с западной Украины, он приехал, приехал, два контейнера, вот это привез, там у него все это было, здесь он год прожил, вот так он, рабочащий такой, там все это делал, наконец-то такой человек приехал к нам, и вдруг, в субботу, он у меня исповедовался, воскресенье посчастился, прошло три дня, он начинает, в России, значит, президент незаконный, патриарх это антихрист, ну и дальше больше, земля плоская, там и пошло дальше, я говорю, надо зарегистрировать и тебе, я убого зарегистрировал, ну как, ну ты землю будешь оформлять, надо все равно как-то, сейчас так оформляют у нас все это, за каждый, кто поселяется, 40 соток, даешь землю, земля вся Господня, то есть он не в руку, ну что мы, что с таким, мы просто позвонили, у нас такой человек появился, вот там, приехали, это было зимой, приехали до миссионерности, его будет, посадили среди себя, и увезли, ну и все, продержали, потом его депортировали, а что осталось, потом он там продал, купил, как-то загранили, вот такой был случай, все, потому что, мы думали, что это был просто заслон, или все, потому что все было хорошо, и вдруг резко, изменился, и пошел из них такой, ну, так не годится, я всему объясняю, привезу, когда говорю, народ, израильские, израильцы, египетские, вышли, что шли в обретованную землю, пришли, то Иисус нагрел, каждому отмерял, этому племени будет отсюда досюда, этому племени такая, этому такая, то есть на пределы, каждому племени отмерял, так было? – Хорошо. – Да. Я говорю, тут всегда было, что землю не меняют, а как это, всем закрепляют, вот участок твой закрепленный, а сейчас землю закрепляют, то еще нужно согласие с соседом, нет ли у нас спора с соседом, а то, может быть, он там больше здесь прихватил, и все, ну, пока так, это соседи, вначале приехали, там, взяли полгектара, там, кто земли, там, картошки садили, а сейчас все оставили, по две, по три сотки, остальное под седом. Можно я вернусь еще в другую тему, вот Иринатьевич, кто-то может что-то скажет, тоже было бы интересно. Вот, когда начался самый ковид, так называемый, и около него всякое разномыслие, разно-разно спорье, так вот, к нам резко больше стало просить ее переехать, желание, вот, и, в общем-то, если, правда сказать, приезжают вот к паломникам, очень много людей, ну, там, ну, по-разному, и сто пятьдесят, сто, и двести, приезжают в неделю, в неделю, в поломникам. С вопросом о переезде, с этажей на землю, приличное количество людей приезжает, приличное. У вас, в это время, появился кто-то, мой желающий приехать? Нет, никого не было, не было никого. Я сам переехал, две недели я был в госпитале, но я только в фарме был. У меня кислороду, у меня всегда было 98-99, вот, я, никаких аппаратов, ну, там, под капельницей было, я, рекордом, 3-х, я, повезу, да, а ведь есть, ну, страшно, особенно у которых, там, сахарный диабет, все там, это, сопутствующая болезнь. Да, сопутствующая болезнь. Поэтому, так, нет, никого не было, так, как это у нас было. Мне раз брат показывает, там, ролик, он больше там, посмотри, как ролик, выступает игумен одного монастыря, и говорит, вот, с ковид, я переболел, все братья наши переболели, а у нас работают трудники, говорит, ну, трудники, там, они живут, там, вагончике, там, курят они, ну, и выпивают, бывает, да, в бане-то не моется, говорит, там, по месяцу больше, там, ни один из них не заболел, а мы, говорит, братья все переболели, весь монастырь. Значит, не было? Нет, нет, не было, особого, причин, как это должно быть. А вот, сейчас, как можно сказать, община, вот, в Барнауле, что у вас, и здесь, потерявите, все-таки, как вот она, количественно, сейчас количество, хочется сказать, растет, уменьшается, на одном уровне, на одном уровне стоит. У нас уже несколько лет, на уровне рождаемых, нету, чтобы, новое, пополнение, отрождение, а приезжих нет, потому что, были такие, что желали приехать, но мы, материальную помощь, оказать, мы можем оказать, помощь такую, что приехать, там, фундамент заложить, там, крышу поставить, помочь, помощь, приезжих, материально, все живут, только-только, скажем так, все живут, у нас, кто-то свиней, кто-то коров, кто хвост, где-то, в один у нас фермер, вот, Игорь, у него 1200 гектаров земли, вот, он там, ну, и все, а остальные все, поэтому, хотели бы, кто приехал, а там, где живут, допустим, с другой страны, там, Казахстан, или Киргизи, там, продаст, здесь он, ему, на сарае, не хватит, в прошлом году, еще, материал, купометр, леша стоил, 6 тысяч, а в этом году, уже там, 12 с лишним тысяч, то есть, два раза, поэтому, кто-то приехать, и желали бы, а это, не важно, если бы были бы, такой, какой-то бюджет, чтобы могли попробовать, да, будет, а там, ну, еще один момент, но вы ведь официально, только, религиозно, как общение, как приход существуете, зарегистрированный, а кроме других, это у вас, муниципальную часть, какого-то, муниципального формирования, свою, скажем, общественную организацию, какую-то у вас нет. Мы зарегистрировали, сразу в 90-х годах, деревенская община. Цель для регистрации, в революционном свидетельстве, цель регистрации, там, должно указать, возрождение поселка, на старинных, православных, христианских, заповедях, и благочестивых, русских обучаях. Это цель нашей регистрации, написать. Это время проходить, такие вещи, потом все чистые. Да. Ну, вот это так, что мы, в одежде. У нас, видите, у нас, допустим, в брюках, в юбках, женщины, это запрещается. Она может дома ходить, но на улице вышли даже, девочка там, это. И получается, на сегодняшний день, что это, что это? Это часть муниципального какого-то образования? Вы, на карте, мы официально, документ, документ есть. Документ за подписью Сурикова, губернатора, тогда он был председателем Кровевого Совета. Это был 92-й год. Когда мы в 91-м году, сейчас кратко скажем, мы обратились здесь, местная власть и хотели чуть-чуть против. Мы, если будете строиться, мы бульдозером вас развалили, здесь это, угрозы были. Ну, мы за лето построили, наделали кирпичи, сама, знаешь что? Да, конечно. Солома, мешали, все сделали, проходили дом. Надо, показали, нам они уже показали. надо квартиры. Построили этот дом, все. Ну и, когда закончили, мы вселились в дом 14-го октября, на покров. В 12 часов ночи, мы затопили печь, брат, закончил, трубы не было железной. Вдруг какой-то грохот идет, смотрим, подъезжает директор совпоза, 20 км там, привез нам железную трубу от Нории, бывайте там, зерно когда-то. И мы поставили эту трубу, и печку затопили, мы уже в 12 часов, на покров, затопили печь русскую. И я поехал, после этого, закончили когда, все, я вызвал сестру, с Новосибирска, чтобы у меня же корова была, там лошадь, было уже, скотина заявили там, бараны, курочки, за летом, где можно там, родственники, там в соседней деревне помогли, там что это, собрали. Собрали, написали заявление, я поехал в Москву. Там был у нас депутат, знакомый, Глеб Якунин, такой, может быть, слышали? Конечно. Да. С отцом, с Игнатием, был они, хорошо знакомы. Ну, с ним созвонились, он мне выписал пропуск, в Думу, потом вышел, меня встретил, и он меня там, по комитетам провел, я в сапогах там, по коврам походил. Говорит, Владимир, почему? А что? Ну, запрещают, не дают вот так и так, но все описали, объясните как это. Вот. А до этого сессия собиралась, все депутаты проголосовали против, чтобы выступил директор совхоза. Они говорили, что если мы, весь бюджет скорчен, уйдет, мы потеряли. Ну, и все проголосовали против. Ну, а здесь, когда опять на сессию вызвали меня, теперь уже опять выступает представитель совета, Василий Федорович, такой, но я думаю, мнение депутатов изменилось, надо, все, земля пустая, пусть строятся. Все. И мы где-то в марте месяце получаем документ с краевого совета. Краевой совет на сессии решил восстановить поселок Потеряевка, таким-то комитетом произвести соответствующие мероприятия, земельный комитет, какие еще там, какие комитеты там. Все, у нас этот документ официальный. Вот. Это из всех поселков, три сошли еще на крае. Мы единственные, могли бы возвратить прежнее. И... Но все равно, у Вас есть администрация такая, которая... Это просто сельский совет. Мы к сельскому совету к тому относимся. Сейчас он называет там муниципальный, как не сельский совет, а муниципальный... Ну да, там, но не было, но мы сельский совет так и завел, с цельским советом. Я к чему-то говорю, если было какое-то свое образование, вот у нас есть работа, работа, получение грантов. Президентского фонда или регионального фонда средства, которые можно строить и делать. Батюшка, мы это хотели. В начале это действие было у нас отдельно. Но, может быть, мы что-то неправильно сделали, что это должен быть сход, на сход, они, как-то в законе есть, должен сход того, кому принялись, на сход, ну, конечно, на сходе там, что сказать, сход прогнозовал против. И у нас это не получилось. Нет, я знаете, о чем хочу сказать? Вот смотрите, я объясню. Например, если вот наш опыт, на вашем примере скажу, если у вас даже часть, несколько человек, два, три человека, зарегистрированы как какая-то общественная организация, НКО, некоммерческая общественная организация, то они имеют право участвовать в получении грантов. Как государство, так и участок. Ну, гранты даются, наверное, не просто, кто ничем не занимается сидеть, а кто-то, что-то должен вам производить. Есть? Нет. Смотря на что гранты. Ну да, во что там гранты. И тогда вот эти деньги даются, они должны это осуществить, сделать. Ну да. Мы, в общем-то, живем так, скажи, что, ну, вот я скажу, нормально, никто не голодает, никто не инициствует, никто не побирает. Нет. Ну вот я пример приду. Знаете, скажу, у нас мы были инициаторами создания союза, у нас вот фонд был благотворительный, и были инициаторами создания союза православных общественных организаций. сейчас около десятка организаций. от Петербурга до Урала входит. И вот участвуют организации получили гранты. Например, один из них я могу сказать. Они получили гранты пять миллионов для проведения, задания проведения детского веки младения. то есть, средства, которые они смогли сделать, построить, оплатить, заплатить, кто там работал даже, и вот провести те количество смех, которые по гражданам там подписываются. А потом это уже построено, остается в собственности. Они, правда, отвечают. Через пять лет это будет предписание, а затем через пять лет отвечают. То есть, это возможность получать государственные деньги. Но только, конечно, государство будет контролировать. Все, что надо будет сделать. Да. Делать, да. Обязательно. И потом, в случае проверки, должно быть наличие. Да. Я знаю, гранты получают. Там фермер небольшой дал грант, что он должен принять на работу трех, чтобы у него хотя бы было три работника оформлены. Тогда ему, значит, он там грант получил, он там купил, трактор купил, еще какую-то хищницу, купил на этот грант. То есть, у вас опыта работы с грантами не было? Нет. Не было. Понятно. Не было. А самоблажение? В этом участвуйте? Самоблажение? У нас какое самоблажение? У нас... Развитие всей территории, где есть эти программы? Да тоже нет. У нас просто, ну, некую такую, членческие взносы. У нас там, ну, чисто. Там я сейчас не знаю, по сколько у нас там рублей. Кто знает, сколько? 60. А? 50? 60. В месяц, в год. В месяц, в год? В месяц. В месяц. В год. В год. В год. В год. но это было просто. Ну, Это как? Ну, их общественно какие? Ну, наверное... 20% считается, еще 80%. То есть собрать, например, круглую сумму за 100 тысяч, а в 12 тысяч, еще 4 тысячи. Но только должно быть прописано конкретное дело и отчитать, что это делаем. — Абальчик, знаешь, мы даже уже, как говорится, хорошо, что нас тут никто не трогает как-то так тихо. Слава Богу. — Я понимаю. — Нашли с ними, здесь столько, да. — Я понимаю. — Столько насыпляется этих крещиков, не радуешь ничему. Будутся то, а это, а это, а это, а так и нет. — Но нет сюда нет? — Ну, нет. — Понятно. — Я работал, у меня всегда было свое хозяйство, держал. У меня две лошади было коровы, там, это все, он потекло было. Баранов было стадо, больше сотни. И жили так, все так живут. Кто-то где-то в соседнем селе работает, кто молодые, нет, они сейчас фермер помогают ему, сей на тракторах работает. Там, это, ну, все, а так, нет, с грантами не было. И как-то даже... У нас даже было вон встали записано, что не брать под проценты кредиты. — У нас это тоже. — Да, но, видите, не получилось, что пришло фермеру, пришлось брать кредит компании. Потому что накопить деньги, это невозможно. — Понятно. — Поэтому пришлось брать, что, а земля есть, комбайн старый. У них они, бывает, начали уборку, комбайн там был Нива, там за уборку они два раза, три раза мотор вытаскивают, его там, чинят опять ставят, опять два дня поработают, а опять вот так же, ну какая это работа, в уборку. — Понятно. — Поэтому пришел к гранту, новый комбайн взял, а в прошлом году как-то было так, что урожай хороший был, и цены неплохие. То пришлось второй комбайн купил еще, два комбайна заступили. Поэтому и без всяких этих опасений. — Так, вопрос совершенно другого порядка. Что внутренне, в духовном растении нужны знания. Вера отслышанной, слышан от предповедующих, помню. Так вот, вот кроме заболосужения, вот вы сегодня читали слово, например, говорили, а кроме этого, вы собираетесь как-то для изучения Слова Божьего или для... — Каждое воскресенье, каждое воскресенье, у нас где-то ну в 12 часов или в час как-то, ну на час, час, чуть побольше сейчас, и он сейчас проходит по откровению, откровению. — Откровение? — Да, какие-то откровения. — Апокалиции? — Апокалиции. — Сейчас? — Да. — А дайте вам? — Ну, мы там послания, там... — То есть вы писали? — Да, посвященные писали. — По Боложенову, Феофилархону. — По Боложенову, Боложенову, Феофилархону. — Это каждому сказали. — Каждому сказали. — А святых отцов, например, или иные творения, вот как все говорили, про нас говорили, апостольских, правильно? — Ну, нет, нет, у нас это, как-то, больше мы посвященному писали, а если какие-то вопросы возникают, там кто-то просто там вопрос задает, тогда уже поэтому мы разбираем. А так, чтобы меня больше все равно по этому так проходит. И вот на эти воскресные изучения Слова Божьего приходят все, почти все. — Ну, все, скажем, не можем сказать, кто так... — Ну, все вот тут. — Как-то там, по каким-то причинам... — Но больше слов? — Да, конечно. — Ну, бывает, что, бывает и меньше слов, когда... — Я сегодня... — Ну, обязательно всегда. — Я сегодня... Только, поймите правильно, я не в осуждении, сейчас скажу одну вещь, я говорю, что чужой устав, в своем уставе, в своем уставе, в своем уставе, в своем уставе не ходит, поэтому я даже теле меня это осуждение, но был удивлен, без осуждения искренне говорить правду, Господь свидетель, Господь. — Да. — Вот. — Вот. — Ну, только это... Сегодня в праздник, День Божий, праздник великий работают. — Работают. У нас по уставу воскресные дни, никто даже вот он фермер уборкой, и то воскресный день, чтобы не работало. И там двунадесятый праздник. Сегодня праздник был не двунадесятый такой, но мы собрались, помолились, и мы не можем. Вот так вот. Сейчас есть такая страда сенокос. Вот как у него, два трактора косят сено. Здесь каждый день сейчас, не знаю, завтра дождь пойдет или не пойдет. Не пойдет, значит, успеет завтра сгрести. — То есть, если праздник не двунадесятый, не воскресенье, вы можете работать завтра ночью. — Потому что от этого все же, мы не можем так. И я судьбу только, когда у меня, значит, двунадесятые праздники, ну, так, великие какие-то там, святое, если там что-то, мы так же собираемся помолиться и все. А так, чтобы каждый там день там или праздник, суббота, это воскресенье без отрицания. — А еще вопрос. Не будем перебить, как сегодня тоже. У меня просто-то интересное. У вас на Пасху так жалостливо будет панихидание? — Ну, на Пасху на Пасху... — Или праздник все? — Нет, слава тебе. — Суббогу. — А то, я почему-то говорю, тоже приходит, вы, тем как быть, и все будет, так будет. — Приполнен эксперт, и я молода. — Ну, можно сказать, по поводу изучения Библии, люди-то у нас в крещении, которое приняли, 17 человек, в котором году, эти все люди-то пришли из интернета. У нас в интернете каждый день проходит, есть группа, где каждый день проходят занятия по Библии. Каждый день. — На Батюска спрашивал про власть, кто приезжает, просто пострадавшись. — Ну, это тоже работа общины же, кто-то объективничает. — Конечно. — И там количество людей... — Там около 200 с лишним человек. — В основном в России или из Границы? — Из Границы, из России. Там коллективация вся проходит. — Ну, в Белоруссии были с Казахстаном. Были с Татарстана. Красноярский край, там север были. А по запросам в году были даже с Ливана женщины там сделаны, с Германии женщина была тоже красивая. То есть Татарстан, значит, была. В году были даже с Москвы, с Екатеринбурга, с Санкт-Петербурга. — Вот у нас такое явление бывает, когда в празднике какие-то у нас... Кроме, естественно, за этой идеей бывало, встречаемся, потом вообще тратили праздничные. Но бывает иногда что-нибудь еще. Вечером с Абраску, например. Или в роздавне, или в загоне, там, на мясо. Или кто-то приехал. И тут последний самоказ. — Ну, у нас так бывает, на Пасху. У нас раньше было, в первые годы, после пасхальной службы общая трапеза была. Ну, а потом мы сделали так, сейчас делаем, что после расходят все по домам. Там разговариваются дома. А в десять часов в пасхальный молебен в храме приходим утром. После молебна все идем на трапезу. Трапезу готовят сестры, распределяют между собой старше-сестра это, готовят это, а это. Потом приносят. — На трапезу садились? — Да, все подогрели там. — Где ты здесь? — У меня в доме. — А, у меня в доме. Вот тогда после трапезы бывает концерт, там, дети, кто взрослые, там, на гитаре, там, поиграли, там, что там. — На Пасху? — На Пасху, на Рождество, так же. На престольный праздник. На престольный праздник, ну, всегда приезжают, приглашают там митрополита. Вот, не знаю в этом году, как он сможет, нет, приехать. Вот, приезжает он утром, после богослужения вся общая трапеза, митрополит сидит, и все, что там, пикажане, приезжие, все за трапезой, вот, что-то. Никак. Было там, что, астерей, там, и батюшки, там, отдельно, но у нас все вместе здесь. — Да, я и видел, на самом деле выносили. — Да. Вот это так бывает. Ну, бывает, надо собираемся, кто-то там, день ангела, там, или еще какая-то причина, там, кто-то дома свечеять вести, или что-то там, это тоже трапеза общая. Ну, готовились вот так вот. А так часто-то некогда сильно-то… — Зимой? — Да, и зимой, да и лебедом. Зимой хоть все. Скотина все равно работает зимой много. Говорят, что снегу наметет там, выйдешь утром, а вот так вот. Пока откопаешься, когда у меня были бараны, там пока заедают, снег бросаешь. — Тоже так, да. Понятно. — У вас же там меньше снега. — А вы знаете, годом, вот этим годом было, чуть падали, подзаселку держать, ходили. Я в коленках уже упаду. — Вы говорите, как людей дунет, через дорогу дом, как в тумане только видать. У нас, знаете, больше всего. У нас Волга, она там на крайнейшем поднятой, и она чуть не осталась с доказанием. Ну, виляет, по-почти таванью. Понимаете, как даст я себе эти снегу на зиму, там снег на нюх, там снег на нюх. — Ну, вот так, вот так. Живем, все. На кладбище идем, Радонис, на кладбище идем. — Не было ли у вас каких-то мыслей, желаний такого сделать что-то общее, делая литургию, не молитвенную, а общее тело такое, которое, ну, давало бы средства для жизни. — Ну, я не совсем понял. — Ферма, птичник, мастерская, что угодно. Помыслов не было? — Были помыслы, но потом я помыслы отверг. — Отверг. — Отверг. — Почему? Лучше каждое свое хозяйство ведет. У нас так, кто как топает, то так и лопает. Были первые такие? Были. Даже у первых христиан было все. А потом... — Нет, это может не очень христиническое. Это можно по одной форме, все мастерства, можно по угоду, по любому, так сказать, то, что, в котором тоже доходы, потом распределяется по мнению труда каждого. — Ну, нет, нет. Это как коммуна, вроде бы, получается. Она была такая, как коммуна. — Нет. — Я думаю, что это не. Это же до того, чтобы все были бы совершенны так, чтобы как-то... Ну, мы люди немощные, поэтому... — Оно может быть необязательно. Вот такого плана. Поделюсь своим опытом. Когда был соблагочин, встретил вот такой вот у нас. Мы выезжали на православной язве в ЛНХ в Москву. У нас были такие выезды. И мы приходили. Что делали? Вы знаете, много что делали, но все больше востребовано оказалось, смешно сказать, трава в Москве. Все больше нуждаются в траве. То есть, это обычно, конечно, и май, и июнь собирается различные травы. Хоть лекарственные, хоть просто для чая там чебли ест, бушиется, но хоть листья сморода, лимонии, и все это сушится, пакетизируется, там уж какой-то... Бо себя у нас собирает. Я всегда богородскую травку собираю. Даже и в Москву там, батюшкам иногда там увожу, там это все нравится, чай так, а так чтобы какой-то нет. А я к тому, что вот если это, несколько человек этим занимаются с семей, они могли бы это превратить в устойчивые доходы? А ради Бога! Ну, по-моему, не было. Ну, нет, ни у кого такого самого Павлова не было. Потому что легче вырастить там, бычка вырастить там, это сразу там... Нет, нету. Я прошу прощения, сейчас перебиваю, отец. Только нет, мы считали. И тут вложений почти ноль, а доход сверх. Ну... Вот так было у нас. Нет, у нас такого как-то не было. Те собираются для себя там, или кто-то попросит для кого-то так, а это... Нет. Мы не против, кто бы хотел этим заняться. У нас только поставили, что запрещается заниматься предосвязанной деятельностью. Там что-нибудь там... Самогонку гнать. Да, самогонку гнать, или там выращивать какую-то траву наркотическую. Да, да, да. Понимаете? У нас открытый контор. Растет. Приезжали как-то дома, ну, ищут молодежь там сюда. Я раз останавливаю, ребята что-то мотят, у нас здесь допустим столик. Хороший столик. Он это занимается, в основном, где там-то некогда. Своё хозяйство там надо, и всё. Занимается, делает, на заказ там, оконные, там это рамы, двери там, шифонеры, какие-то столы, стулья. Хорошо делает он. Вот Андрей. Делает. Он этим занимается, но это зимой он делает. Тот всё оградывает, что он... Света... Он всё изготавливает. Занимаем его, и он это делает. Сейчас они работают в соседнем селе, там они... фермер нанял их это... Новый ангар строит без зерна, складки без зерна. И вот они, несколько человек, у наших там работают, наняются. В общем, если я говорю, по хозяйственной деятельности у вас община не отстраняется в деятельности, на хозяйственные дела. Это каждая самостоятельная? Каждая самостоятельная. Ну, у нас так, у нас, допустим, община, у нас десятина. 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 Десятина, дается батюшка, и все себе на всё. Не на содержание, храмов хватает, или там же топлива покупаем, коммунальные. в городе, коммунальные, коммунальные борщи, ну, все, хватает. Но у нас не та строка по адвентистам, под запись, у нас, как будто, у нас здесь, то, сколько я люблю. Да? Да, на этом у нас. Десятина. Мне, допустим, даже батюшка, завидует, тебе хорошо, что хорошо-то сделаю, у тебя будет хорошо. И с вещами мы делаем, мою воск я покупаю, потом заказываю, отвожу, там мастер есть в городе, который делает свечи, он сделал, из моего воск он мне свечей наделал. И всё я там заплатил, он сказал, все равно мне, через свечи я сам ставлю, или попросу, чтобы у нас так, у нас нет продажи, ни в городе. И если я приехал сегодня, хотел пожертвовать свечу, пожертвовать денежку, для свечи так и получится? А у нас ящичек, это висит. А, для денежек? Да. А свечку, где ты это знал? Ну нет, мы были, еще в советское время, с братом были, в Тосково-пещерский монастырь. Там свечи не продают. Деньги дал на свечи, это сколько, и вот положили на свечи, а потом монахи, во время этого, ставят свечи. я прошу прощения, я прошу прощения, сейчас не по теме скажу. Мы были паломниками Святой Земли, в Палестине, были рассолени, ну там, Вильхоны, всякие, Оманы, и у нас группа было 50 человек, и среди прочих, будет там много, несколько пожилых женщин. И они когда входили, говорят, где здесь свечи купить? А потом, куда их поставить? А во многих храмов, там нет подсвечников, и они говорят, вы из России что ли? Вон там корыца за крыльцом для вас есть? Корыца за крыльцом, на сборке, во, как корыца за крыльцом. Посмотрим в храмах, там есть свечи, селись, кто-то взял свечи, там за 10 рублей, а кто-то там есть за 50 рублей, если что-то такое. Это маленькая, там она, ну какая толщина ее там, я не знаю, чуть потолще вот это, что-то такое там, совсем она никакая. Она сгорает, допустим, там за 20 минут, а то и говорит, полтора часа, два часа, это тупо оттапливает. И вот эта женщина, кажется, она всю судьбу, бегаем туда-сюда, она не смотрит, там хирургимская, там хирургимская, там хирургимская, там только вот так, убирает там, почищает все. Я в другой раз, я в храм приду помолиться, и останавливаю. Сейчас, что бегаешь-то, нельзя бегать. Она встанет, так она вот стоит на месте, она вот вся, вот эта, верно. Ну, догорит свечка, пусть до конца, тебе что она? Пускай догорит до конца. Но потом я его ковырю, и там вроде бы надо, а так вот это, а так вот это, а так вот это. У нас было, когда я был в третьем церкви, у нас была, на общей свечу, такой пирж был у нас, и оттуда средства, входил человек, с веком на общей, забирал, и на это, на эти средства, на этот, повышал, крупные свечи. Вы уже, кто за это поставили их? Я сам ставил свечи. Вышел перед, когда я вышел, поставили все новые свечи, подсвечники. Но сегодня, вчера еще у нас поставились там, получается, как раз еще и не догорели. Было там, не хватает, там два часа. Тогда я, ну, просто информация, тогда получается, если, вот у меня желание пожертвовать вашу церковь подсвечником, вы как бы не востребованы, да? Подсвечник? Да. Ну, подсвечник можно было, если я, у меня в городской, там, я хотел заказать, что бы сделали, у нас, простые, видите, вот впереди стоят, простые такие, сам делал этот, мастер Андрей. К алтаре? Да, к алтаре, да. А вот икона праздника? И в городе, у меня такой же, то есть там, она как армию сделала, все простое такое. Ну, вот этот подсвечник, на мне пожертвовали, вот, который стоит. По нехиданию? По нехиданию. Ну, перед иконой, где стоит. А, а если, ну, пожертвовать вам, какой-нибудь праздник? Чего, подсвечник, какого-нибудь праздника? Это, убыть на свечу? Да, ну, почему, наверное, свечу можно поставить? Почему? А я не слышал. Почему? Почему? А ну, понимаете, батюшка, я, как-то на это, жалко даже денег. Ну, свечу поставить, не важно, кажется, на какой-то посвече. Ну, пришел я, говорю, бываю, там, софря, посмотрю, и надо, покрутись, нет, не пуля лучше отобрать, лучше на другое дело. Ну, такие цены, там, представьте, десятки тысяч, оно стоит. Ну, хоть бы сказать, и живем так, не бедно, но все равно жалко. А он сделал мне, еще мы сколько уже, тридцать лет пользуемся этими, и свечи горят на них, горят ровно, не дымят, ничего. А я видел посвечники, даже здесь, в Барнауле, уже стали делать такие, как в Греции, песок. Стоит так, и в песок стали. Или у них с водой даже есть. Ну, нет, это без воды, просто песок. Да он нагорелся, ушел песок, там все просеивают эти все. Есть такие посвечники, а вот такие посвечники, там за грудь, там стоят, за сто тысяч, есть посвечники такие. Раз, где надо стоить. Посмотрел там, Митра там, архиерейская, там сто восемьдесят тысяч. Ну, не надо, не надо. Смена такая, Ну, брат, конечно, таких лиц, это ценникам уже. Поэтому нет, что проще, проще мы так и, да. Семинарю учился, там, 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 в кабинет, там Митра из солоны украшена пушкой. Ну, какие архиерейки бежали? Не помню просто. У нас в первых годах было так, что надо венчане, а у меня не было венцов. Да и купить было не начну. вообще было еще нечто, не было. Ну, пара молодая, из цветов, цветы поливые, сплели свенки, Они сейчас еще хранятся венчики. Глист, грузин, у них тоже венец, но так вот, как полосочки. Если глядя засохли, они хранят венчики.